В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Яка Иржан Смогулов. Здравствуйте. Итак, ровно год назад, 16 марта 2022 года, президент Касымжимар Токаев выступил с посланием «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации». В нем глава государства дал оценку трагическим событиям января, анонсировал серьезные преобразования в системе управления государством и настоял на дальнейших политических реформах. По сути, выборы, которые пройдут в ближайшее воскресенье, должны стать неким завершающим этапом этого годичного периода перемен. В стране проводится всесторонняя политическая модернизация. Ее основные направления были определены в послании, обнародованном в марте прошлого года. Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями. С целью обсуждения важных вопросов учрежден национальный курултай. Предложены новые идеологические принципы, направленные на укрепление основ государственности и единства народа. Что ж, к чему мы пришли за этот год и куда надо двигаться дальше, давайте обсудим. Для этого на прямой связи с нашей студией сейчас находится известный политолог Андрей Чеботарев. Добрый день. Добрый день. Что ж, на ваш взгляд, если взять в целом весь объем тех реформ, которые были предложены год назад главой государства, чуть позже, я думаю, что мы по ним пройдемся по пунктам. Для начала, что из тогда перечисленного, на ваш взгляд, было наиболее важным, на чем стоило бы в первую очередь сконцентрировать внимание, как вы думаете? Ну, прежде всего, это то, что глава государства отказался от членства политической партии. В соответствии с этим он сложил в себя полномочия председателя партии Аманат, бывшей Нуратан. И это, на мой взгляд, увеличивает возможности для других партий в рамках партийной конкуренции. Далее, это то, что в избирательный процесс возвращены элементы мажоритарной системы, пусть, скажем так, в формате пока 30 на 70, но, тем не менее, мы уже видим в рамках текущих подходящихся ему финишу выборов, что достаточно очень эффективно именно выдвижение кандидатов по одномандатным округам. А третье, это восстановление Конституционного суда, который был упразднен с принятием действующей конституции, потому что у нас Конституционный суд был в 1992-1995 годах, потом сменил Конституционный совет. Но сейчас мы видим, как эффективно достаточно работает Конституционный суд, несмотря на то, что небольшое время. Да, я, в принципе, с вами склонен согласиться. И вот если для начала три этих пункта попробовать разобрать на составляющие. Ну вот, во-первых, то, что глава государства тогда сказал, что необходимо, чтобы президент больше не был во главе какой-либо партии. Вот на период своего президентства он должен добровольно, так сказать, сложить в себя полномочия руководителя этой партии. В данном случае неважно абсолютно какой, но тем не менее, что касается... Ну, сейчас я не буду называть конкретно названий, поскольку у нас все еще предвыборный период идет, и некоторые правила, касающиеся агитации, они все еще, так сказать, действуют. Но, на ваш взгляд, за вот это время все-таки та партия, которую я сейчас не называю, но вы прекрасно понимаете, о какой я говорю, на ваш взгляд она все-таки перестала или нет, вот, скажем так, ассоциироваться с руководством страны? Или это так быстро не происходит? Ну, та партия, когда она возглавлялась первым президентом страны, еще действующим, она называлась партией власти. А с тех времен, которые произошли с момента сложения уже вторым главой государства, после уже марта такая, полномочия председателя, и до текущего момента, когда и Акимы всех уровней перестали возглавлять ее соответствующие филиалы, ну, на сегодняшний день ее уже так не назовешь однозначно. Скорее, это вот партия парламентского большинства, и то, пока идет о прошлых созывах Мажелиса парламента, трудно сказать, насколько сейчас будет она представительно в избранном составе Мажелиса и Маслихата всех уровней. Возможно, что она, на мой взгляд, сохранит позиции большинства, но это уже будет все-таки другой статус, чем статус, когда руководит президент. А для президента это хорошо, то, что он будет восприниматься и уже воспринимается как все-таки лидер всей страны, а не лидер конкретной партии. И мы вот видели, например, по некоторым соседним странам, например, в Узбекистане, там главы государств, первый, второй, они не были председателями тех или иных партий. Они как бы поддерживают вот такой вот межпартийный баланс. Ну, там своя, конечно, специфика межпартийного взаимоотношения и конкуренции, но тем не менее. И сейчас вот то, что глава государства не является ни председателем, ни вообще членом разных вообще действующих партий, это способствует все-таки определенной конкуренции, и избиратели по-иному воспринимают ту же самую партию. Хорошо. Тогда предлагаю послушать небольшую цитату из высказывания государственного советника Казахстана Ерлана Карина, который как раз-таки, ну, скажем так, также, мне кажется, сформулировал свое видение наиболее важных моментов из того послания. Попрошу поставить цитата реформы. Год назад президент Касым Жомар Токаев в своем послании представил комплексную программу реформ. В результате в стране менее чем за год были реализованы беспрецедентные по масштабу преобразования в государственной и общественной жизни. Впервые с 1995 года состоялся общенациональный референдум, на котором граждане поддержали конституционную реформу. Поправки затронули 8 из 9 разделов, 33 из 98 статей Конституции. Фактически поменялась треть основного закона страны. Осуществлены новые политические реформы. Введен однократный 7-летний срок президентства. Изменен порядок формирования и усилены полномочия парламента и маслехатов. Начал свою работу Конституционный суд. Срок полномочий судей, которого дольше, чем у президента и депутатов парламента. Упрощена процедура регистрации политических партий, благодаря чему зарегистрированы две новые партии. Таким образом была сформирована новая модель государственно-политического устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. К нашему разговору присоединился директор Центра политических исследований Айдар Амрибаев. Господин Амрибаев, здравствуйте. Здравствуйте. Я только что у вашего коллеги, господина Чебатарева, спрашивал, что, по его мнению, является наиболее важным в том послании, которое год назад прозвучало, в тех реформах, которые глава государства озвучил. Господин Амрибаев назвал отказ от того, чтобы глава государства возглавлял какую-либо партию. Раз, значит, переход на смешанную систему, включение мажоритарки. И третий, значит, возврат к практике конституционного суда. А вы, вот, какие, вот, если вот так же топ-3, примерно, так сказать, вычислять, определять, то вы бы что перечислили? Ну, знаете, после такого авторитетного политолога, как Андрей Евгеньевич, достаточно сложно говорить. Ну, я бы, например, добавил все-таки снижение порога, да, прохождение политических партий в парламент. Это, в принципе, создает определенные возможности. И сейчас мы видим, что на выборах в Мажлис, значит, участвуют по партийным, по пропорциональным, так сказать, партийным спискам, участвуют семь партий. И, в принципе, есть достаточно большой шанс того, что парламент будет такой реально многопартийный, на самом деле. То есть, как бы, вот этот вот достаточно широкий спектр разных политических проектов, представлений, идеологий мы увидим в парламенте. Это не считает, так сказать, попадания в парламент еще, значит, достаточно активных лидеров общественного мнения, мажоритариев. То есть, это, в принципе, сделает деятельность парламента достаточно такой живой, активной, я бы сказал, такой ершистой. Безусловно, да. Но вот что интересно, я и вчера, и вот и сегодня, когда обсуждаю с моими гостями вопросы, собственно, послания и тех моментов, которые были в нем перечислены, всегда разговор идет у нас вокруг именно политических преобразований. И как-то мы оставляем обычно за кадром, за рамками разговора, ну, скажем так, сугубо такие административные вещи. На ваш взгляд, они были второстепенны? Ну, я имею в виду там возникновение, формирование там новых областей, там некоторые вопросы в госуправлении и так далее. Ну, я думаю, что на самом деле, как бы, административно-территориальное деление, оно тоже, конечно, оказывает существенное влияние на, в принципе, ну, даже, вот, например, скажем, округа, да, вот это вот, все это у нас, так сказать, оптимизируется, да, сейчас вот эта вот возможность. Поэтому это предоставляет довольно широкие возможности для такой объективной репрезентации мнения широких слоев населения. То есть, вот, в принципе, появление этих областей, да, и вот, как бы, вот этот вот момент тоже, он очень-очень важен. С точки зрения, вот, знаете, такой, я бы, вот, возвращаясь к тому вопросу, значит, отметил бы еще, вот, чисто символически, да, что на самом деле мы переходим от такой суперпрезидентской модели власти, да, когда, в принципе, административный ресурс фактически доминировал, да, вот, в модерировании политического процесса. Сейчас он, в общем-то, находится, как бы, ну, так, в стороне, условно говоря, да, вот таким, и, например, они не являются членами партии, да, вот, как бы, и сейчас, в общем-то, мы наблюдаем даже, вот, предвыборный процесс, достаточно такую нервозную, не очень удобную для партии власти, так сказать, ситуацию, когда, в принципе, высказываются альтернативные точки зрения, есть лидеры, да, которые могут, так сказать, в лицо сказать о том, что сегодня чувствует народ. Безусловно, да, но, кстати, вот, Андрей Евгеньевич, между прочим, отметил, что уже вряд ли, так сказать, можно называть эту самую партию партией власти, поскольку, так сказать, уже глава государства ее не возглавляет. Ну, хорошо, тогда предлагаю послушать еще одно высказывание Ерлана Карина, которое касается, в том числе, кстати, и, собственно, административно-территориальной реформы. Проведена реформа административно-территориального устройства страны. Созданы три новые области, Абайжи, Тесу, Улытау, а центр Алматинской области перенесен в город Конаев. Продолжилось формирование новой модели конструктивного партнерства государства и гражданского общества. Ее ключевым элементом стал Ултык-Курултай, первое заседание которого прошло в Улытау, а второе состоится в Туркестане. Самое главное, реформы главы государства положили начало обновлению системы общественных ценностей, пробудили гражданскую активность и способствовали вовлечению граждан в процесс кардинальной трансформации страны. Господин Чебатарев, вот смотрите, если, ну, вы в том числе, кстати, упомянули, собственно, вопрос формирования мажелиса, но я в данном случае даже не о формировании, собственно, нового состава, а скорее о его функционале. Поскольку изменения коснулись и верхней палаты, чем, собственно, должен заниматься Сенат, и, собственно, круг задачи и ответственности нижней палаты тоже изменился. Не хотелось бы смешивать в одну кучу, но давайте разделим отдельно, на ваш взгляд, что все-таки нам дало изменения, так сказать, по функциям Сената, и что даст в будущем изменения по функционалу мажелиса. Мне просто теперь не очень, скажем так, не очень так стало понятно, какова стала функция Сената с законодательной точки зрения, если учесть, что, собственно, разработка и принятие закона теперь абсолютно, так сказать, прерогатива мажелиса, и Сенат просто или одобряет, или не одобряет. Ну, тут, конечно, больше вопросов к специалистам по конституционному праву, но, на мой взгляд, если Сенат наделен вот такими полномочиями, как вы и сказали сейчас, это все-таки будет означать большую, скажем так, как ответственность депутатов мажелиса за качество тех законопроектов, которые будут непосредственно ими разработаны, либо внесены правительством, но ими, скажем так, откорректированы, чтобы действительно уже Сенат мог одобрить, а не отклонить. Потому что если Сенат будет отклонять, я сейчас точно не знаю, как там дальнейшая судьба этого законопроекта, в котором Сенат отклонит, будет обстоять. Но то, что качество работы улучшится, я думаю, будет, да. И плюс ко всему то, что все-таки, на мой взгляд, в мажелисе парламента будет представлено где-то 4-5 политических партий, плюс придут беспартийные депутаты, которые ближе, так скажем, к избирателям своих регионов. Это тоже позитивно скажется на качестве тех законопроектов, которые будут обсуждаться. И я думаю, что это улучшится гораздо. Но с другой стороны, ведь и говорят, что одна из задач сенаторов теперь будет как раз-таки представлять интересы регионов, откуда они были избраны, да, собственно, депутатами Маслехатов, методом косвенного голосования. И получается, что если учесть, что, собственно, сенаторы будут представлять интересы регионов, и, как вы говорите, самовыдвиженцы, которые пройдут по мажоритарной системе, они также будут больше привязаны именно к своим избирателям на местах, то в целом, получается, можно сделать вывод, что новый состав парламента, так сказать, сенат плюс Мажелис, в целом будет больше представлять и, так сказать, разбираться в том, что происходит на месте, на местах, в регионах, и больше заниматься именно этими вопросами. Это предположение, как на ваш взгляд, имеет право на жизнь? Ну, в принципе, по той же самой схеме работали Мажелисы парламента, допустим, с первого по третьей созыва до 2007 года, когда у нас преобладала мажоритарная система формирования данной палаты парламента, и было больше депутатов, избранных по одномандатным округам, с конкретных регионов, но нельзя сказать, что преобладала региональная повестка, она просто учитывалась в тех законах, которые парламент принимал и принимает. Почему? Потому что все-таки нет каких-то законов именно регионального значения. Все законы у нас общенационального значения, и поэтому региональный спектр, если как-то отражен, ну, больше с точки зрения того, насколько учтены права, интересы определенных там социальных групп, которых он и касается. Или отраслевых. Будут какие-то законы, которые будут касаться административно-перетаянного отделения, я пока не знаю точно. Ну, хорошо. Тогда давайте попробуем рассмотреть такую вещь, как императивный мандат. Насколько я понимаю, раньше, ну, во всяком случае, я не припомню. Вроде бы у нас в законодательстве такого раньше вообще не было. И такой возможности у избирателя попробовать отозвать депутата, если он там не выполнил какие-то свои обещания или просто-напросто, так сказать, разочевал людей и каким-то образом, так сказать, надежды не оправдал, то там понятно, что есть процедура, и она непростая, чтобы ее пройти там необходимо. Там есть собрать определенное количество голосов, и, собственно, сам депутат уже избранный, так сказать, также проводит агитацию в свою уже пользу, да, там нельзя его отозвать в первый год, нельзя отозвать в последний год, но тем не менее, само то, что вот такой механизм появился. На ваш взгляд, мы вот в этот период работы нового созыва парламента уже увидим какие-то прецеденты, когда, так сказать, кто-то этим механизмом воспользуется? Андрей. А, меня спрашивают. Сказать, пусть дождемся формирования мажориса парламента, и, кстати, этот механизм отзыва, он касается не только мажориса, но и депутатов масляката всех уровней, потому что там тоже есть элементы мажоритарной системы выборности. Поэтому будет, конечно, интересно посмотреть, какие будут прецеденты возникать, если, допустим, по линии маслякатов это будет легко для избирателей, чем по линии мажориса. Возможно, что первые прецеденты появятся именно на местах, но не по отношению к депутатам мажориса. Кстати, интересное предположение. Господин Амрибаев, что думаете? Насколько, так сказать, стоит или не стоит ожидать того, что, ну вот, собственно, уже при работе этого созыва парламента или маслякатов на местах будет кто-то использовать, пытаться использовать этот самый механизм императивного мандата и отзывать. Кстати, мы с вами как-то раз говорили о том, что возможно ли, что попробует кто-то использовать этот механизм как своего рода такой инструмент политической расправы со своими оппонентами, чтобы, так сказать, уже проигравший может, так сказать, попытаться отомстить и отозвать своего оппонента из состава мажориса или масляката. Но, тем не менее, механизм такой есть. И вот все-таки, на ваш взгляд, мы увидим прецеденты, когда он сработает и, так сказать, разразится вот какой-то скандал с отзывом какого-то из депутатов. Мне кажется, это было бы интересно. Знаете, наблюдая за вот текущей такой избирательной кампанией, я обратил внимание, что сейчас, ну, во-первых, как бы огромное число, да, вот желающих, так сказать, попасть в Мажлис, в Маслихаты. Да, кстати, кстати, сегодня, я прошу прощения, господин Абрибаев, сегодня прочитал у известного юриста Сергея Злотникова очень интересное высказывание, что-то вроде «никто не хочет в последнее время работать, все хотят стать депутатами». Ну, я не разделяю эту точку зрения, поскольку депутатская шапка, так сказать, Мономаха, она достаточно тяжела. Это очень такая скрупулезная, муторная такая работа над документами. Да, вот просто представьте, мы часто ходим там, ну, скажем, в банк, да, подписывать какие-то кредитные договора, и дочитываете ли вы вообще эти договора до конца, да, и читаете ли вы то, что написано мелким шрифтом. А представьте, в принципе, законодатель – это человек, который должен изучать, так сказать, каждый документ до точки, так сказать, каждую буковку закона, да, то есть вот, в принципе, на нем же лежит огромная ответственность. Но я хотел сказать о другом, да. Дело в том, что вот сейчас, вот во время избирательной кампании я обратил внимание, что огромное число популистских высказываний, да, вот со стороны, так сказать, кандидатов, да, и вот не исключено, что в парламент попадут в такие популисты, да, и то, что они говорили перед выборами, и то, что произойдет в реалиях, может разочаровать многих, да, то есть, вот, в принципе, несвершившиеся обещания, там, и так далее, и так далее. И в этой ситуации как раз этот императивный мандат, он, в принципе, может, так сказать, внести определенную такую упорядоченность, да. А тем более, что сейчас интервью… Наверное, это как раз… Зекунду. Я думаю, что в этом плане, так сказать, императивный мандат – это и есть такой инструмент, скажем так, упорядочения, очень такой, знаете, вот, профессионализации, да, законотворческой работы, да, когда, в принципе, туда попадут не просто там известные артисты, там, спортсмены и прочие, да, которые, в принципе, ну, может быть, авторитетны в своих областях, но в плане законотворческой работы они достаточно обладают достаточно слабой квалификацией. Я, например, больший сторонник все-таки профессиональных парламентариев, которые, как бы, имеют опыт законотворческой работы, юридическую специализацию, там, и так далее, и так далее. То есть это не просто так они приходят туда. Поэтому, в принципе, вот, императивный мандат, он имеет довольно серьезное такое значение для того, чтобы парламент на самом деле занимался не популизмом, а вот такими реальными проектами, реальными делами, да? Ну, понимаю, да. Вот это вот, как бы, очень важно. Хотя, на самом деле, вот здесь, господин Абрибаев, все-таки, позволю себе в одном с вами несколько не согласиться. Я бы не стал рассматривать представителей, ну, например, актерской профессии, как людей каких-то несерьезных. Я ничего против актеров не имею, на самом деле. Я просто хотел напомнить, напомнить, что в истории были примеры, когда актеры становились успешными политиками. Например, Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер, Владимир Зеленский. Да, так что бывают случаи, когда люди меняют профессию очень, так сказать, эффективно, да? Вот, хорошо. Но... Впрочем, можно, знаете, вспомнить и другие примеры, да, эти обратные, да, когда человек оказывался не на своем месте и просто мучил себя и все общество, да? Бывало и такое, да. Свои некомпетентные. Хорошо. Ну, вот смотрите, мы говорим все время о Маслихате, да? Ой, простите, о Мажелисе. Мы говорим о Сенате, да? И вот как-то у нас обычно Маслихаты, так сказать, остаются на втором плане. Вот в прошлый раз мы, в принципе, тоже это констатировали, что все-таки фокус внимания, он у нас в обществе сдвинут на именно центральные представительные органы власти. Но вы же, в том числе и вы, говорили о том, что там, в частности, в европейских странах или, например, в США, обычно ситуация там в провинциях с точностью до наоборот выглядит. То есть для людей, привычных вот к демократической системе и так далее, обычно даже важно, больше важно, кто у них проходит, избирается в местные выборные органы. Потому что они решают насущные вопросы, которые касаются здесь и каждого, там, буквально там, будет ли починена там соседняя улица или там моя улица и так далее и тому подобное. Как вы думаете, вот за ближайший период, когда вот будут работать новые составы Маслихатов, мы уже увидим вот это изменение парадимы, оно вообще произойдет и вообще нужно ли оно нам, так сказать, казахстанцам или нет? Или, так сказать, все будет идти дальше, как и сейчас, в принципе, устроено? В мышлении людей, я имею в виду. Ну, знаете как, я думаю, что совершенно справедливо, в принципе, вот эта вот логика, да, 30 на 70 для Машлиса и 50 на 50 для Маслихата. Ведь логика там какая? Что вот, значит, в Маслихате как раз вот будут персоналии, да, которые будут отстаивать интересы там местного сообщества, да, условно говоря. И в перспективе, я думаю, тенденция будет такая, что в целом Машлис будет формироваться по пропорциональным спискам, а Маслихаты, как бы вот тенденция такая, по, так сказать, по мажоритарным спискам. И это будет, в принципе, отражать вот весь вот этот вот, скажем так, спектр интересов, интересов уже как бы совокупных интересов в партиях и частные интересы там, скажем, на местах, в тех или иных округах, в городах, в селах там и так далее, и так далее, через мажоритариев, которые будут участвовать в работе Маслихата. Тогда сделаем, тогда проведем маленький эксперимент. Вы ведь, господин Амбрибаев, собираетесь в воскресенье идти на избирательный участок и голосовать? Безусловно, конечно. Тогда, так сказать, попробуйте сейчас вспомнить и честно, вот, без утайки, навскидку сказать. Вы лучше знаете имена, фамилии, так сказать, кандидатов по вашему участку тех, кто баллотируется в Мажелис или тех, кто баллотируется в Маслихата Алматы? Я знаю тех и других. Как вы думаете, все казахстанцы так знают хорошо? Нет, ну поскольку я, как бы, профессиональным образом, так сказать, отслеживаю это, то, естественно, это так. Ну, что касается обычных людей, то, ну, я думаю, что они уже непосредственно уже к моменту, так сказать, выбора будут, как бы, задаваться этим вопросом, да, кто же на самом деле, может быть, подойдут там к стендам, да, где вот это все будет и, как бы, будут изучать там перед тем, как принять какое-то решение. Ну, как правило, это так происходит. Мы же, вот вчера, я помню, я посмотрел, значит, передачу Борейка, да, вот, и там, как бы, проводили социологи такую встречу, и, в принципе, в целом, как бы, речь шла о том, что, вот, ну, интерес вообще к выборам, он является такой вот, как бы, большой интерес, да, в целом, как бы, как идея. Но знакомятся с депутатами, с кандидатами, как правило, там, ну, где-то он стоит на остановке, смотрит на билборд, там, прочитал какую-то информацию, или в пробке, там, где-то что-то. Но так, чтобы специально изучать его программу, там, это сложно, да. То есть, как бы, ну, так сложилось вот пока сейчас вот настоящий, на настоящий период наша политическая культура. Хорошо, тогда, так сказать, господину Чеботареву вопрос. Господин Чеботарев, может быть, ну, вот, если учесть последнее замечание господина Абрибаева относительно того, что среднестатистический казахстанец, ну, может быть, мало уделяет целенаправленно вниманию изучению платформ каких-то политических партий или предложений каких-то вот от самого движенцев, кандидатов. Это проблема чего, на ваш взгляд? Проблема-то, я не знаю, там, политической зрелости самого гражданина, человека-избирателя, да, или это может быть проблема пока еще неумения кандидатов выстраивать эффективные коммуникации со своим избирателем, да. Я маленький пример приведу. Буквально там на днях, вечером после работы, там, зашел в супермаркет, выхожу из дверей, собственно, магазина, стоят несколько человек и вручают листовки, там, небольшие флайеры, не флайеры, точнее, вот, буклеты, вот, вспомнил слово, буклеты, в которых призывается голосовать за, собственно, одного из кандидатов. Вот, я этот буклет на автомате беру, иду, собственно, дальше домой и вижу впереди, значит, по путеследованию мусорку, урну, уличная урна. И вот она, фактически, до отказа, до верха была забита этими самыми буклетами. То есть человек идет и автоматически он берет этот буклет, а потом автоматически, по-моему, даже не читая, сует его в урну. Вот что это? Ну, это уровень политической культуры населения, и, кстати, вот даже в самых развитых зарубежных странах избиратели поступают точно так же. Вот я был и в странах Европы, и в США, и тоже, общаясь с экспертами, узнавал, оказывается, какой у них большой уровень вот такого вот поведения, и обсинтеизма, когда люди просто не ходят на выборы, хотя они прекрасно знают, они там чуть ли не с лупой в руках следят за всеми этими кандидатами, представителями партии, но то ли из вредности какой-то, то ли еще из чего-то, они просто вот не ходят, они раздражены и так далее. У нас, в принципе, та же самая ситуация, но обусловленная другого, уровнем другого рода. У нас длительные отношения, длительное время народ, отучали от участия в политике, когда вот сначала ввели пропорциональную систему формирования мажелиса парламента, потом в 2018 году были поправки, когда уже ввели и на маслехаты, и в итоге это отразилось на низких уровнях явки, вот, например, парламентские местные выборы 2021 года, которые проходили исключительно на пропорциональной основе и была достаточно низкая явка, в частности, в Алма-Аты. Выражение недовольства, что вот такие вот непредставительские составы и мажелиса, и маслехатов были сформированы. Это да, есть. Если говорить про уровни коммуникации, но опять же, кандидат кандидату розен. Я знаю хорошо ряд кандидатов и в Алма-Аты, и в маслехаты некоторых регионов. Они достаточно активны, они возродили вот ту систему от дверей к дверей, когда обходят и реально общаются с людьми. Не обязательно, что они ходят по квартирам. Имеется в виду, что они вместо вот тех людей, которых встретили вы, их встречают кандидатам. Где-то на входе в магазин, в кинотеатр и так далее, и общаются с ними. Такие и есть прецеденты. Ну, те, кто не работает, считают, что достаточно иметь там громкое имя или иметь свой аккаунт, постоянно обновляющийся в социальных сетях, те имеют свою аудиторию, хотя, на мой взгляд, они как раз и проиграют. Ну что ж, будет интересно действительно посмотреть на результаты. Пока можно сделать вывод, что в дальнейших изменениях нуждается не только политическая система, но и, собственно, сознание, сознание и избирателей, и сознание кандидатов, возможно, в том числе, для того, чтобы, так сказать, менять подходы. В том числе, кстати, и об этом говорил глава государства, когда анонсировал, в том числе, и новые реформы. Давайте послушаем. Продолжение следует... Огромное спасибо всем спикерам, которые приняли участие в этой беседе и ответили на все вопросы. Это все, что мы успели обсудить в данной минуте. Дневная смена завершает свою работу в эфире телеканала «Хабар-24». Увидимся завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok